Юрий Иванович, вас вызывает начальник по срочному делу, сказала секретарша Ирочка и летящей походкой выпорхнула из нашего офиса. Ничего хорошего от такого приглашения я не ожидал. Коллеги сочувственно подбадривали меня и похлопывали по плечу. Каждый в душе радовался, что вызвали на ковер не его. Вызывали, Анатолий Степанович, я просунул голову в кабинет начальника, в душе еще теплилась надежда, что это ошибка. Да, Юрий Иванович, входите, сурово произнес шеф. Тут вот такие дела, у вас отпуск в октябре? Да, неуверенно подтвердил я. Так вот, в октябре у нас намечается очень важная сделка, и вы будете мне нужны, так что в отпуск пойдете сейчас, согласны? Согласен, он еще и спрашивает. На дворе июль месяц. Я не был летом в отпуске уже последние лет пять. Наверное, был недостоин. И вот он, наступил долгожданный отпуск, да еще и летом. Правда, одно меня огорчало, что я был один, так как недавно расстался со своей девушкой, поэтому так и не смог толком решить, куда, собственно, мне отправиться отдыхать. Быстро не удалось найти даже горящие путевки на море. Да и одному было как-то скучно куда-либо ехать. А тут как раз позвонил мой хороший знакомый, Макс, и пригласил поехать вместе с ним в дальнюю деревню, каким-то родственником в Карелии. Так удачно получилось, что наши отпуска совпали. Он тоже не хотел ехать один и вспомнил про меня. И так решено, едем в деревню. Места там, говорят, сказочные. Единственное, что огорчало моего знакомого, так это то, что дорога дальняя, так как придется сначала ехать поездом, а потом еще двумя автобусами, прежде чем мы доберемся до места. Но я предложил ему поехать на моей машине. Там и багаж не надо на себе тащить, да и взять с собой можно побольше всего и никаких пересадок, чему он очень обрадовался. Хотя Макс эту родню толком и не помнил, но ничего, разберемся на месте, сказал он, и отпуск нам никто и ничто не сможет испортить. По дороге мы смеялись, строили планы, что будем ходить в лес за грибами и ягодами, купаться в озере, рыбачить, да просто дышать свежим карельским воздухом и ни о чем не думать. А зря. К концу нашего пути мы очень устали, а я так вообще вымотался, сидя за рулем, и уже мысленно ругал себя за столь необдуманное решение добираться на машине. Наконец, с трудом и уже в сумерках мы добрались до нужной деревни, которая оказалась довольно большой и очень малоосвещенной, потому что наступила ночь и многие уже спали. Только в одном доме на другом конце деревни горел свет. Дом оказался крайним, почти у самого леса и огороженным высоким глухим забором. Территория перед домом была довольно обширной, с большим садом и роскошными цветниками. А сам дом, как нам казалось, ухоженным деревянным строением в два этажа. К нашему удивлению, родня Макса хоть и была дальней, но встретила нас довольно радушно. Пожилая пара, муж и жена очень приветливого вида весь вечер угощали нас разносолами и расспрашивали Макса о все их многочисленной родне. Видно было, что эти люди ждали нас и готовились к встрече. Это было приятно и все-таки вселяло надежду на отличный отдых. Постелили нам с другом в небольшой комнате на втором этаже. Ночью поднялся сильный ветер, ветки деревьев бились в окно, не давая уснуть. Вдруг в окне я увидел черный силуэт. Стало жутко и страшно, как будто я увидел привидение. Потом в окно начали стучать монотонно и настойчиво. Макс спал без задних ног, только сквозь сон спросил, что это за дятел там спать не дает. Сам ты дятел, разбудить Макса так и не удалось. Пришлось терпеть страх до тех пор, пока не закончилась буря и все стихло. Прекратился и стук в окно. Утром, выйдя к завтраку с разбитым видом, я пытался сосредоточиться и взять себя в руки. Очень не хотелось огорчать приветливую хозяйку дома. Макс с довольным видом уплетал вкуснейшие сырники. Хозяйка Ольга Васильевна спросила, хорошо ли нам спалось ночью. Невозмутимый Макс сказал, что спал как убитый, вот только иногда какой-то непонятный стук мешал. Я поинтересовался, а привидения или призраков у вас тут не водится? Какие-то черные тени всю ночь мелькали в окне и стук, этот жуткий стук. Хозяева переглянулись и слегка смутившись заулыбались одновременно. Вы не бойтесь, нет у нас тут никаких привидений. Это, видимо, наш ручной ворон по кличке Флинт, рвался к вам в окно. Непогода бушевала, вот он и пытался укрыться в доме. Я вчера весь вечер звала его, еще до вашего приезда, но он так и не прилетел. Как интересно, оживился Макс. Никогда не видел ручного ворона. Дядя Боря, расскажи откуда. Борис был мужчина малоразговорчивый и мрачный, поэтому супруга взялась за него рассказывать эту занимательную историю. Подобрал как-то Боря вороненка слетка. Собаки деревенские его сожрать хотели. Он собак отогнал. И так жалко птенца стало, домой принес. Начали за ним ухаживать и выкармливать. Вырос вороненок в красивую птицу, большую и важную, но улетать отказался. И за кормильцем своим Борисом Ивановичем таскался словно собачка. Идет мужик в магазин, ворон на плече сидит, вылитый попугай Флинт из книжки. Так его односельчане и прозвали. Хотя мы его изначально бароном хотели назвать, за важный вид. Только приклеилось к нему это прозвище Флинт намертво. Копает Борис землю в огороде, птица вьется вокруг, выхватывает из-под лопаты червяков. Крепко сдружились они в общем. Давно это было лет десять назад. Борис тогда помоложе был и покрепче. А еще он любил с мужичками местными выпить или с друзьями, которые часто приезжали к нам в гости порыбачить. Только вот меру Боря не всегда знал. А Флинт с ним и на посиделке с мужиками ходил. Друзья посмеивались, что мол бережет тебя птица и охраняет от беды. А ведь так и получилось на самом деле. Вот как-то раз прилетает птица домой одна и начинает в окно стучаться. Вот прямо как сегодня ночью. Я дверь открыла, а Флинт домой не летит. Вьется над крыльцом, кричит, отлетает к калитке и обратно к двери. И так несколько раз. Туда-обратно, туда-обратно. Как будто сказать хочет. Чего стоишь? Пошли скорее. А я, глупая бабка, никак понять не могу, чего он беснуется, чего хочет. И только потом сообразила, что ворон меня куда-то зовет. Быстро собралась и пошла следом за ним. А Флинт отлетит, сядет то на забор, то на столб и поглядывает. Где я? Иду ли за ним? Как дождется, летит дальше. Вот так и привел меня к скамейке под одним забором. А под скамейкой муж пьяный спит. Не дошел домой немного. Растолкала я Бориса и в дом повела. А он еще идет и на всю деревню песни горланит. Так Флинт и стал такой трюк постоянно повторять. Как прилетает один без хозяина и начинает в окно стучаться. Я сразу собираюсь и иду мужика своего забирать. А зимой как-то раз Борис пошел к дружку в гости на тот край деревни. У того сын из армии вернулся. Отмечали встречу по-мужски без баб. Боря, как всегда, набрался без меры. А мороз крепкий, стоял трескучий. Не дошел мужик до дома. По дороге в канаву свалился и уснул. Если бы не ворон, я бы его сроду бы не нашла. Так бы и замерз насмерть. Спасибо Флинту. Показал, где тело валяется. Да, Боря. И жена с угоризной посмотрела на мужа. А что я? Я ничего не помню. Начал оправдываться дядя Боря. Кроме того, что мне все время кто-то по башке долбил. Видимо, дружок мой ворон достучаться до меня хотел, чтобы я не заснул. Вот так, ребятки, бывает. Закончила рассказ Ольга Васильевна. А Боря с тех пор вообще не пьет. Ни капельки. Уже семь лет точно. Понравилась история? Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Впереди еще много всего интересного. Всего доброго.